Доброе утро, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянков и на канале Сделал Сам Поделись Народом. Сегодня я хочу вам рассказать, может быть не столько вам, сколько себе, а то что-то я собрался перепрошить, снова Флэйскай свой, и забыл как это делается. Поэтому решил снять ролик, поделиться с вами и для себя записать. Значит что, изначально, значит я в свое время спаял вот такой кабель, просто взял кабель какой-то ОСБшный. Вот этот разъем я купил в магазине, я думаю можно его заказать на Алиэкспресс. Здесь я обыкновенный разъемчик ставил и ставил вот этот корпус. Корпус это от ОСБ разъем, ну что-то наподобие такого. Дальше, у меня программаторы, два программатора, вот такой программатор и вот такой. Но этот программатор определяется компьютером на пятом порту, а этот вообще не определяет. А вот этот разъем, зараза, я делал именно под него. То есть у меня получается вот здесь. Земля, RX и TX. Вот я как раз под него это все и мастерил. А теперь он не работает, и первый раз, когда я перепрошивал ее вообще на 10 каналов, он в принципе у меня сфункционировал, а сейчас что-то перестал функционировать. Причина, охрен его знает. Поэтому мы его пока в сторону откладываем и используем вот этот разъем. Ну, естественно, чтобы этот разъем использовать, необходимо менять вот этот разъемчик, потому что он сюда не подходит. Не, он так подходит, вот даже одеваю. Но TX и RX еще ладно, а вот крайний, земля, он не до другой разъема одевается. Так что приходится изобретать колесо и использовать вот такой переходник. Это с Ардуинки у меня, с комплекта Ардуино. Ну, ничего страшного, в принципе разницы нет. Ну, а теперь ближе, как говорится, к телу. Вот здесь разъем для прошивки, и тот же разъем используется и для симулятора. Чего я начал намучиться, потому что что-то у меня симулятор. Литов нифига не работает один стик, не определяется. После того, как я его прошил на 16 каналов. В надобности большой, конечно, этого не было. Я уже стараюсь себе говорил, не трогай хорошо работающие устройства. Но все равно, вот это подспудное какое-то желание сделать что-то получше, пытаешься сделать, а получается все через одно место. Дальше, разъем. Так вот этот разъем, вот он разъем. И в этом разъеме, вот видите, получается 4 контакта. Вот этот ободок, это грунт, земля. С этой стороны нижний TX и с этой стороны нижний RX. Чтобы его подсоединить на вот этот программатор, не помню как он называется, все, помнил, помнил, а потом забыл. Понятно, что надо использовать вот этот разъем, я уже говорил вам. И понятно, что здесь будет все зеркально. Если с этой стороны у нас TX, то здесь будет TX вот с этой стороны. Ну это для чего? Для того, чтобы можно вызвать никакие разъемы здесь. А разъемы здесь у меня, после того, как я уже вызвонил, у меня получился следующее. У меня выходит вот здесь земля, здесь средний у меня TX, а здесь RX. Вот берем три провода и вот таким способом, ну с этой стороны, потому что, а, нет, с этой стороны все верно. И вот так мы его устанавливаем. Вот у нас выходит крайний земля, средний TX, желтый RX. И на обратной стороне та же самая картина. У нас здесь получается крайний земля, желтый у нас, да, крайний RX. Значит, здесь он идет на TX, вот сюда на TX, а этот идет на RX. То есть здесь крайний все. Ну и здесь не микро, а мини USB разъем, поэтому кабель где-то я еще надыбал старый. Ну и после этого подключаемся к компьютеру. Так, на компьютере я скачал с GitHub прошивку. И вот у меня прошивка на 10 каналов. Я беру эту прошивку и запускаю вот этот таймер, мод, i6, программ Rv1.4. Значит, вот так вот она запустилась. Определяем по поводу, где у нас находится данный программатор. Так, мой компьютер, диспетчер устройств, COM-порт. И видим, что USB, сериал-порт на пятом порту. Все. Выбираем здесь пятый. И подключаем. И подключаемся к пульту. Так, пульт подключили. После чего включаем. Я уже перепрошил его. После этого делаем следующее. Зашли. Отставить. До самого низа доходим. И вот Frameware Update. Нажимаем ОК. Снова ОК. И ЕС. А вот здесь нажать Open Port. И как видите, здесь у меня определится, что у меня здесь прошивка уже стоит. Flaysky 16.1.10. Все. После чего, кстати, я так пробовал перепрошить. Нифига не получилось. Я думал, закирпичил. Поэтому я отсюда выхожу. А потом делаю следующим образом. А чтобы загнать ее в перепрошивку, то есть стик газа и стик Ява, вот так поворачиваем и включаем. Молчит как рыба об лед, ничего не видно, ничего не слышно. Здесь мы нажимаем Open Port. Отставить. Ну да, прочее, да, Open Port. Все. После этого нажимаем. О, да, определилась. Видите, прошивка 16. Ну, то же самое. Нажимаем затем Program. И вот здесь идет полоска. И все. И прошивка приведена. Так что настройки, как видите, все стоят. И у меня теперь... Так. Раз, два. Доходит до дисплея. И, видите, сейчас 10 каналов. Мне по большому счету здесь больше-то и не надо. Все, прошивка выполнена. Ну и теперь подключусь к симулятору. На симулятор, если получится, значит сниму еще, как я подключился к симулятору. Так. Так. Для подключения к симулятору данного устройства я использую вот такой кабель. Я его брал вместе с диском. Ну, на том диске там симулятор такой лошарский. Смотреть ни на что. Поэтому вот такой. Дальше берем, устанавливаем его в ОСБ разъем. А здесь подключаемся, как и предыдущий был, подключался. Все. Подключили. Поставили. Вот такой у меня симулятор. Так. Где мне этот настройки? Я все путаюсь. Ага. Вот. Контроль. Выбираем. Калибрейт. Включаем пульт. И нажимаем калибрейт. И поехали. Так. Эта калибровка прошла. Надеюсь, сейчас у меня получится. Так. Окей. Так. Что дальше? Ну да. Здесь теперь у меня все проходит. А на 16, который бы я прошил, ни хрена не работало. Нажимаем сохранить. Окей. Так. И смотрим. Верно. 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 Так. Сейв. Окей. Заходим сюда. Выбираем свободный полет. Выбираем здесь. То хоть вот эту. Ладно. Выбираем любой. Ну и теперь смотрим. И что-то у меня тут с настройками. Печь. Ролл нормальный. А печь что-то у меня. Да. Надо перенастроить. Ну. Факт не в этом. Факт в том, что все понятно. И все заработало. Это главное. Так что на этом заканчиваем. С вами был Георгий Славянко. Вы на канале сделал сам. Поделись с народом. Что я успешно сделал. Продолжение следует.